Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре отметили День Металлурга. Глава города Елена Лапушкина поздравила работников отрасли, а лучшим вручила награды. Полетят за банковскими картами. Спросы на зарубежные туры ради пластика могут вырасти. 18 июля голубоглазые люди отмечают свой день. Как цвет глаз влияет на характер? Горячее соперничество на горячем волжском песке. В Самаре прошел третий и финальный этап Кубка России по пляжному теннису. Профессия, которая не теряет своей актуальности на протяжении веков. В Самаре отметили День Металлурга. Глава города Елена Лапушкина поздравила сотрудников одной из важнейших промышленных отраслей с профессиональным праздником. А лучшие специалисты получили награды и звания за многолетний добросовестный труд. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Доменщики, столевары, прокатчики и кузнецы – это важнейшие профессии, которые объединяет одна из ключевых отраслей российской промышленности и экономики. Накануне в Самаре отметили День Металлурга. Праздник, в который принято чествовать этих мужественных людей, учредили в 1957 году. Таким образом, советское правительство отметило вклад и заслуги отечественной металлургии в победу в Великой Отечественной войне, а также в период восстановления СССР в послевоенные годы. Эта отрасль занимает одну из важнейших ролей в истории тылового Куйбышева, ведь именно на берегах Волги выпускали каждую пятую авиабомбу, каждый третий артиллерийский снаряд, а также легендарные штурмовики Ил-2, которые фашисты называли «черной смертью». Все это было бы невозможно без развития металлургической отрасли. Сегодня Самара продолжает славные традиции своих земляков. Замена старого оборудования. Это делалось в советское время, это делалось в последние годы очень много. И завод, ну, он укреплялся постоянно и был на волне, как говорится. Это приятно. Я надеюсь, что так дальше будет тоже. Сотрудники наших предприятий вносят значительный вклад в реализацию национальных проектов, поддерживают аэрокосмическую, транспортную, строительную и упаковочную отрасли. Из самарского металла делают пешеходные автомобильные мосты, полуфабрикаты для российских самолетов, катера, лодки и многое другое. Опытные сотрудники крупнейшего металлургического предприятия города признаются, что на смену им приходят талантливые молодые специалисты, готовые преодолеть все экономические трудности и укрепить процессы импортозамещения не только на территории региона, но и во всей стране. К отбору кадров относятся с особым вниманием. Два летельщика, работающие на одном агрегате, они по психологической совместимости должны быть выше по уровню, чем два космонавта, летающие на орбите. Так как металлургия – это все-таки опасный производственный объект, и здесь они должны понимать буквально с полуслова каждый. Лучшие сотрудники металлургической отрасли получили грамоты от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Звание – почетный металлург, а также благодарственные письма за плодотворный многолетний труд. Со сцены специалистов поздравили почетные гости, среди которых глава Самары Елена Лапушкина. Пожелания мои простые, но искренние от души. Я предприятию желаю только развития и только движения вперед. А всем заводчанам я хочу пожелать, конечно, мира и добра, спокойствия и радости, стабильности и всего самого доброго. И будьте здоровы! Сейчас технологические и производственные инновации самарских предприятий в сочетании с уникальными свойствами алюминия способствуют устойчивому развитию ведущих отраслей российской промышленности. Несмотря на сложности, связанные с санкциями, наши металлурги не планируют снижать оборотов и прикладывают все усилия для того, чтобы вывести отечественное производство на новый уровень. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. В Самаре продолжает действовать особый противопожарный режим. В областной столице установлен третий класс пожароопасности. Однако на территории города не выявлено ни одного природного пожара. Об этом говорили на еженедельном совещании в мэрии. Его провел первый заместитель главы города Владимир Василенко. Обсудили также благоустройство территории, в том числе после ремонтных работ. В частности, до 1 августа необходимо привести в порядок улицу Ташкентскую. От проспекта Карла Маркса до улицы Старозагора, где перевооружают теплотрассу. Где Карла Маркса, это вопрос касается гаражей. И территория, которая правая сторона, если идем в сторону Карла Маркса, от Старозагоры, совместно и Андрей Викторович Белоклоков, и Владислав Иванович Зотов, и Игорь Александрович Рудаков привести эту территорию в порядок. Сегодня в 16-й колонии Самарской области произошло возгорание на территории производственного цеха. Об этом сообщает пресс-служба управления в СИН России по Самарской области. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной части исправительного учреждения и МЧС России. Возгорание локализовано, пострадавших среди осужденных и сотрудников колонии нет. Ситуация на контроле. Учреждение работает в обычном режиме. По факту произошедшего проводится проверка. Сегодня Государственному пожарному надзору России исполняется 95 лет. Официальная история службы началась в 1927 году, когда законодательно были закреплены функции по руководству, контролю и надзору за состоянием пожарной охраны и деятельностью пожарных организаций. Сегодня в органах Госпожарнадзора трудится почти 13 тысяч человек. В Самарской области на учете у ведомства состоят более 43 тысяч объектов, в том числе чрезвычайно высокой категории риска. На особом контроле службы находятся объекты с массовым пребыванием людей, а важнейшим направлением работы является пропаганда пожарной безопасности. Ежегодно в России инспекторы Госпожарнадзора проводят до 750 тысяч мероприятий по контролю и профилактике пожаров, выявляя при этом до 5 миллионов замечаний требований пожарной безопасности. Всех работников Государственного пожарного надзора с профессиональным праздником поздравил глава МЧС России Александр Куренков. Сегодня в зоне вашего пристального контроля почти 2 миллиона 700 тысяч объектов защиты. Благодаря принципиальному и добросовестному исполнению профессионального долга ежегодно удается снижать количество техногенных пожаров, а значит предотвращать беду, сохранять человеческие жизни. Уверен, что грамотные и профессиональные действия сотрудников Государственного пожарного надзора и дальше будут способствовать безопасности наших граждан и сохранению народного богатства. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области пресекли эпизод с получением взятки бывшим федеральным судьей Автозаводского районного суда Тольятти. Установлено, что служитель ФИМИДа, используя свое служебное положение, вымогал с обвиняемого по уголовному делу жителя Тольятти сумму в размере 1 миллиона рублей за судебное решение, не связанное с реальным лишением свободы. В марте судью задержали с поличным при получении части взятки. Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным в отношении бывшего судьи было возбуждено уголовное дело. Суд Красногринского района назначил обвиняемому о наказании в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также штраф в 1 миллион рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет. А теперь коротко о других темах дня. На этой неделе в Самаре пройдут плановые работы на инженерных сетях. В ряде жилых домов ограничат подачу холодной воды. Так, 19 июля с 9 утра до 6 вечера холодное водоснабжение отключат по следующим адресам. Южный проезд 224-226, улица Бобруйская 93А-95, частный сектор по Бобруйской от улицы Советской Армии до Можайского переулка. Частный сектор по Стандартной от улицы Советской Армии до Измайловского переулка. Измайловский переулок 14А-16А. Бойлер установят по адресу Южный проезд 224. Более чем на сутки с 8 утра 20 июля до 8 утра 21 июля коммунальные неудобства придется потерпеть жильцам следующих домов. Улица Земица 1, 3, 3А, 4, 5, 7, 18, 18А, 18В, 17. Улица Литвинова 129, 131, 360, 360, корпус 1, 360, корпус 2. Стационарный переулок 3, 5, 5А, 6, 7А, 11А. Старый переулок 5, 6, 6, корпус 1, 7, 9. Зубчининовское шоссе 179, 179А, 179Б, 179 Литер А. Днепровский проезд 2, 2 корпуса с 1 по 7. Кроме того, 21 июля отключения воды пройдут в ряде домов в Куйбышевском районе. С 10 утра до 16 часов 15 минут ее не будет по следующим адресам. Улица Флотская с 1 по 18 дома, 9А, 11А, 15А. Улица Белорусская с 75 дома по 91, с 92 по 112, 99Б, 99А, с 99 по 135 и 112А. Адреса установки бойлеров. Улица Флотская, 11, 12, улица Белорусская, 107А, 101. Трагедия на дороге случилась в Самаре. У загородного парка водитель сбил подростка в районе пешеходного перехода у прогулочной зоны. По словам очевидцев, в субботу вечером автомобиль Volkswagen Tiguan ехал на зеленый сигнал светофора с большой скоростью. За рулем находился молодой водитель. Он сбил перебегавшего на красный свет дорогу подростка. От полученных травм ребенок погиб на месте. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции. На итальянском пляже в центральном районе Тольятти в Волге едва не утонул мужчина. Он не рассчитал свои силы в заплыве до Буйков. Попытки пострадавшего удержаться на воде заметили спасатели, которые дежурили на акватории пляжа. Они оперативно пришли на помощь. Пловца подняли с поверхности воды в спасательные катеры и доставили до береговой линии. Медицинская помощь ему не потребовалась. Вся спасательная операция заняла 15 минут. После спасательный катер вернулся на дежурство на акваторию пляжа. В Самарской области сотрудники органов внутренних дел выявили факт фиктивной регистрации иностранцев. Местный житель в прошлом году незаконно поставил на миграционный учет более 300 иностранных граждан в свою квартиру, расположенную на улице Советской армии. Полицейские его не раз предупреждали об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но результата не было. Кроме того, нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за завершение аналогичного преступления. Задержанный признал вину и рассказал, что получил вознаграждение в сумме свыше 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет. Жители Самарской области продолжают ставить рекорды по улову рыбы. На этот раз удача улыбнулась жителю Октябрьска. Мужчина поймал сама весом 80 килограммов. По словам 28-летнего рыбака, за все годы его увлечения рыбалкой такого крупного трофея у него еще не было. Мужчина рыбачил на спиннинг у Александровского моста, ловил без прикорма, на червя выползка. Сом долго боролся за жизнь, но после четырех часов борьбы сдался. Туроператоры прогнозируют осенью рост спроса на заграничные туры за банковскими картами. Наиболее популярными направлениями для оформления зарубежного пластика стали Армения и Узбекистан. По словам представителей Ассоциации туроператоров России, осенью жители страны, соскучившиеся по экскурсионным и горнолыжным турам в Европу, снова начнут планировать такие путешествия. Сограждане интересуются оформлением зарубежных банковских карт не только для комфортных путешествий за границу, но и для онлайн-использования в России, бронирования отелей и авиабилетов, покупок на зарубежных сайтах. Росту спроса на карточные туры за рубеж будет способствовать открытию сухопутных границ России. Пока спрос на такие путевки стабильный. Сейчас туроператоры получают от 100 до 200 заявок в неделю. Кроме Армении и Узбекистана с этой же целью можно отправиться в Белоруссию и Сербию. С 18 по 21 августа на Мострюковской поляне пройдет Всероссийский детско-молодежный фестиваль авторской песни клуба имени Валерия Грушина. Там намечено знаковое событие федерального значения – слет лидеров общероссийского детско-молодежного движения авторской песни «Многоголосье», который официально внесен в программу Года культурного наследия народов России. В нем примут участие руководители и юные участники клубов из 18 фестивальных центров страны. Фестиваль будет наполнен концертами, пройдет конкурс авторов-исполнителей, будет работать традиционная сцена Победа. Впервые за много лет пройдут соревнования на водных и пеших дистанциях, состоятся соревнования по игровым видам спорта, включая культовый матч «Сборная Самары», «Сборная мира». 18 июля считается Днем людей с голубыми глазами. Такой цвет глаз присущ славянской внешности. К такому выводу пришли антропологи еще в середине 20 века. Они провели экспедицию с целью изучения русского народа в местах его постоянного проживания и выяснили, что голубые глаза встречаются примерно у 22% обследованных. Продолжение темы в нашем репортаже. Эти глазки, эти голубые глазки. О глазах цвета неба спета немало песен. Когда на Земле родился первый человек с голубыми глазами, антропологи точно сказать не могут. Может быть, 10 тысяч лет назад, а может быть, только 6. Древние люди смотрели на мир исключительно карими глазами. Считается, что голубые глаза – результат мутации. Ученые предполагают, что первый голубоглазый человек появился на свет где-то в северо-западной части Черноморского региона. Цвет глаз определяет пигментацию радурной оболочки. Она не содержит зеленых и синих пигментов. Окрашивает глаз меланин. При определенных концентрациях цвет глаз приобретает оттенок от светло-карива до практически черного. Чем больше его содержания в организме, тем темнее получается цвет. На световую палитру также влияют месторождения человека и генетические особенности. Так, в наше время карие глаза чаще всего можно встретить у людей, живущих в жарких странах. Процент содержания пигмента меланина в их организме очень велик. Зачастую они имеют темные волосы и смуглую кожу. А вот жители северных европейских стран имеют минимальный процент этого пигмента, чем вызвано наличие светлой кожи и глаз у большинства. Но не все в восторге от голубого оттенка глаз. Недаром существует выражение «на голубом глазу». Некоторые думают, что чем холоднее цвет, тем холоднее сердце. Поэтому я скажу сразу, что, на мой взгляд, это выдумки, когда считают, что цвет глаз что-то определяет с точки зрения поведения человека, его действий или установок. На все это влияет, как еще раз сказал, только гены и как он живет, и чему его учат, и как его воспитывают или не воспитывают. Конечно, цвет глаз никак не отражает характер. Это просто особенность внешности человека. Кому-то нравятся зеленые, кому-то карие или серые. Цвет глаз, мне кажется, роли-то особо большой не играет. Были бы красивые глаза, а цвет любой подойдет. Мне нравятся люди с голубым цветом глаз. Они доброжелательные и добрые, мне кажется, ваще, чем с кариями, с кариями, суровыми люди. Вот этот зеленый изумрудный цвет, который отображает тонкости души, он меня всегда привлекал и будет привлекать. Жену по душе буду выбирать, чтобы была веселая, здоровая и без проблем с головой. На протяжении тысячелетия голубой цвет глаз считался эталоном красоты. Сейчас изменить оттенок совсем нетрудно. Достаточно сделать грамотный макияж, сыграв на контрасте теней, или же купить цветные линзы. Некоторые заходят совсем далеко и решаются на лазерную операцию. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Студент Самарского политеха Даниил Кагай улучшил рецепты некоторых национальных кухонь. Третий курсник разработал новую рецептуру таких традиционных блюд европейской кухни, как паэлья, гаспачо и авголимона. Результаты пищевого исследования опубликованы в журнале «Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов», входящем в перечень высшей аттестационной комиссии. Молодой человек с помощью технологии приготовления еды в вакуумной упаковке превратил греческий суп из яиц на основе куриного бульона и лимонного сока в омлет, а холодному супу из перетертых томатов – гаспачо – придал желеобразный вид. Национальное испанское блюдо из риса с добавлением морепродуктов, овощей или курицы – паэлью – Даниил предлагает подавать по частям, чтобы потребитель сам решал наслаждаться ему каждым ингредиентом по отдельности или смешивать их вместе. Горячее соперничество на не менее горячем волжском песке. В Самаре прошел третий и финальный этап Кубка России по пляжному теннису. Участие в соревнованиях приняли более 70 сильнейших атлетов России. Они боролись за золото в трех разрядах по олимпийской системе. Кому улыбнулась удача на самарских песках, расскажем в следующем сюжете. Тольятинец Дмитрий Павлов и его напарник Максим Ионов из Москвы – стабильные участники решающих стадий всех внутрироссийских турниров по пляжному теннису. В рейтинге занимают второе место. Уступают лишь паре Николая Гурьева и Ивана Сырова, которым мы проиграли в финалах двух этапов Кубка России. Зато смогли взять реванш на других соревнованиях. Как отмечает Дмитрий, то, что они с напарником живут в разных городах, к турнирам готовиться не мешает. Это совсем не сложно. Какой будет ближайший турнир, приезжаешь за неделю на базу напарника своего и неделю тренируешься, ходишь на тренировку и готовишься к турнирам. Две сильнейшие пары России сошлись и в финале мужского разряда Самарского этапа Кубка России. В двух других разрядах – женском и смешанном медали – также разыгрывали лидер российского рейтинга, которые не упускают возможности доказать свою силу среди лучших спортсменов. Плежный теннис – достаточно молодой вид спорта, дисциплина, будем так говорить. Поэтому на каждый турнир стараются приехать все сильнейшие игроки. Кроме всего прочего, Кубок России для привлечения сильнейшего состава – это все этапы Кубка России проводятся с призовым фондом. Поэтому все сильнейшие практически здесь. Но на этап в Самару спортсмены приезжают не только ради рейтинговых очков и призовых. Атлеты отмечают, что условия на самарских пляжах – одни из лучших в стране. Здесь и развита инфраструктура, и природные красоты, и возможность после игр поплавать в Волге. Даже в самые жаркие дни на песке играть комфортно. После игры его перемешивают и разравнивают. По требованиям теннисистов орошают водой. Я думаю, что такие условия, как на нашей набережной, есть не всегда и не везде. Поэтому мы принимаем ежегодно у себя разного уровня всероссийских соревнований. Это первенство России, которые, кстати, завершились только накануне начала этапа Кубка России. Спортсмены до 19 лет тоже соревновались на наших пляжах. Поэтому, да, наш регион выбирает как один из лучших для проведения пляжных видов спорта. В этот раз самарский песок оказался более удачным для хозяев. В каждом разряде среди победителей были представители Самарской области. В парном разряде золота забрали Дмитрий Павлов из Тольятти и Анастасия Кудинова из Самары. У женщин пары из Тольятти Ангелина Климук и Елизавета Каченко. А у мужчин петербуржец Иван Сыров и самарец Николай Гурьев подтвердили свое звание сильнейшей парой России. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Крылья Советов после первого тура возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. Лидерство самарцы захватили благодаря уверенной победе над Оренбургом. Подробности в нашей спортивной рубрике. Новый сезон чемпионата России по футболу стартовал в дружеском ключе. Сразу пять матчей из восьми в первом туре завершились в ничью. Лишь три коллектива смогли победить. Среди них оказались и самарские крылья Советов. Свою игру они проводили в Оренбурге против одноименной команды. Первые 30 минут проходили под контролем самарцев. Гости имели несколько возможностей забить, но не хватало точности в завершении атак. А счет в матче открыли хозяева. После углового мяч свои ворота срезал Цыпченко. После этого, после минут 20 мы стали играть лучше. На этом, к сожалению, отрезке мы пропустили гол. Но сами мы создали достаточно много. Мы наиграли на эти четыре гола. И считаю, что в атаку мы сделали достаточно много хороших действий, которые мы тренировались. Во втором тайме одним из героев стал Максим Глушенков. Сначала он вывел на ударную позицию Романа Ежова, который на 49-й минуте сравнял счет. Через пять минут отличился и сам. А на 73-й мощным дальним ударом оформил дубль. После этого игроки Оренбурга бросились в атаку и на 83-й минуте вновь смогли реализовать стандартное положение. Голкипер Крыльев Иван Ломаев ошибся на выходе после подачи с углового. И Тимур Аюпов сократил отставание в счете. Но почти сразу же самарцы закрыли вопрос о победителе в матче. Денис Якуба отобрал мяч у соперников на их половине поля и дальним ударом установил окончательный счет в матче. 4-2 в пользу Крыльев. Крылья советов набрали три очка, как и ЦСКА из Сочи. Но в турнирной таблице волжане занимают первое место за счет разницы мячей и количества забитых голов. Следующий матч самарцы проведут на выезде в Санкт-Петербурге. Экзаменовать молодую атакующую команду будет действующий чемпион «Зенит», который постарается реабилитироваться перед своими болельщиками после ничьей с Химками в первом туре. Эксклюзивный проект телеканала «Самар ГИС» – обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Департамент транспорта «Самары» в телеграм-канале сообщает о том, как обстоят дела со строительством путепровода на Новосадовой. В воскресенье мостовики уложили последнюю – 288-ю балку пролетного строения. На пересечении Новосадовой и Советской армии первую балку пролета будущего путепровода установили 15 декабря прошлого года. За семь месяцев строители завершили монтаж балок и приступили к подготовке устройства конструктивных слоев дорожной одежды. Протяженность путепровода составит 575 метров, количество полос движения – 6. Проектом предусмотрены устройства тротуаров, электроосвещения, благоустройства и озеленения территории. Срок сдачи по контракту конец – 2023 года. Но уже к концу 2022 года планируют открыть рабочее движение транспорта. В телеграм-канале администрации Самарского района рассказывают, можно ли использовать господдержку для покупки жилья у родственников. Есть несколько видов господдержки для покупки жилья. Например, маткапитал – субсидия в 450 тысяч рублей для многодетных или льготная ипотека. В некоторых случаях ее можно использовать и для покупки недвижимости у родственников. Вот что нужно учесть при таких сделках. При распоряжении маткапиталом запрета на покупку жилья у родственников нет, но в результате сделки должны улучшаться жилищные условия семьи. При получении выплаты в 450 тысяч рублей использовать ее на погашение ипотеки для покупки жилья у родственников также не запрещено. Кредит может быть оформлен и на вторичное жилье. Выделять детям доли необязательно. Возможен выкуп последней доли в жилье, если заемщик становится собственником всей квартиры. А вот при покупке жилья у близких родственников использовать социальную выплату для молодых семей нельзя. При получении льготной ипотеки запрета нет, но в большинстве случаев кредит по сниженной ставке. Можно купить только новостройку или дом у юридического лица. А сделки с физлицами для этих программ не подходят. Имущественный вычет при покупке жилья у членов семьи и близких родственников не предоставляется. Близкие родственники – это супруги, дети, родители, братья и сестры. При покупке жилья у бабушки или дяди вычет получить можно. Специалисты Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Красноглинского района Самары совместно с сотрудниками отдела полиции номер 8 МЧС, отдела гражданской защиты администрации провели рейд по неблагополучным семьям с целью предотвращения чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних. С родителями и другими законными представителями проведены профилактические беседы по вопросам угрозы выпадения из окон маленьких детей, пожаров и преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. Елена Рыжкова, руководитель управления информацией и аналитики администрации города Самары, сегодня в своем телеграм-канале подвела итоги фотоконкурса, который проходит каждую неделю. В нем участвуют фотографии, связанные с городом, на которых любимые места отдыха самарцев. Победителем прошлой недели стал легкий воздушный кадр под названием «Лето, солнце, благоустройство». А на этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!